Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске хочу вам рассказать, а я этот выпуск веду из магазина Удачный Огород, который находится в городе Минске по улице Кальварийская, 60, и также он представлен в интернете на площадках Валбрис и Озон, ссылки в описании к видео, а рассказать я вам хочу о особенностях такого препарата, который называется фитоспорин АЭС. Семейство фитоспоринов сеной палочки известно очень многим, препарат фитоспорин является общеизвестным и общедоступным. При этом у фитоспорина АЭС есть одна особенность, которая его отличает от всех других фитоспоринов, и почему этот фитоспорин АЭС завоевал мою любовь и мое доверие. Дело в том, что фитоспорин АЭС это первый профессиональный препарат, сочетающий в себе сенную палочку и триходерму. Более того, я показывал, когда тестировал весной прошлого года этот препарат, я показывал, что и сенная палочка, а здесь заявлено 8 изолятов, и различные изоляты действительно здесь присутствуют, высеваются, и триходерма здесь имеются в наличии, живут и здравствуют. Почему я говорю о том, что это первый профессиональный препарат, например, у Биотсо есть также препарат Шах и Мат, который сочетает в себе сенную палочку и триходерму, но этот был первый профессиональный, потому что это первый препарат, в котором микробиологи-профессионалы смогли подружить сенную палочку вместе с триходермой. Как ученый, который много лет занимается микробной защитой растений, могу вам сказать, что задача эта не из легких. Вот так вот подружить эти два очень ценных для нас организма. Однако это получилось сделать и, конечно, вдохновило очень многих, кто работает в области биологической защиты растений, также на создание подобного рода препаратов. Благодаря тому, что здесь содержится сенная палочка и триходерма, препарат различными механизмами осуществляет защиту наших растений от широчайшего спектра разнообразных заболеваний. Начинать применять фитоспорин АЭС необходимо от стадии замачивания или проращивания семян в почве и продолжать использовать вплоть до окончания культуры, ну, например, томата. Фитоспорин АЭС активен в отношении таких пактогенов, как фитофтороз, фузариоз, серая гниль на землянике, очень актуальный на малине, белая гниль в теплицах на огурце, очень актуальна. Также ей подвластен кладоспориоз, который одолевает многие теплицы в жаркий и сухой период. Для того, чтобы растения были постоянно под защитой фитоспорина АЭС, его необходимо как использовать для поливов, так использовать и для опрыскивания. Одной несомненной такой замечательной особенностью фитоспорина АЭС является его экономичность. Он используется в дозах 30 мл на 10 литров. Это важный аспект разумного потребления и разумного огородничества. Его для полного исключения развития разнообразных заболеваний в вашей теплице или в огороде необходимо использовать по крайней мере один раз в 14 дней. Как для поливов, их можно совместить с подкормками, так и для опрыскиваний. Я много рассказываю о подкормочных растворах, о опрыскиваниях. Ну так вот, в каждое опрыскивание и в каждый полив обязательно добавляйте фитоспорин АЭС. И ваши растения будут полностью защищены. И томаты, и огурцы, и кабачки, и тыквы, и смородина, и сливы, и яблонь, и вишни. Все они находятся под защитой фитоспорина АЭС. Самое главное, не забывать его использовать регулярно. Максимальный срок между опрыскиваниями или поливами составляет 14 дней. Конечно, здесь есть подробная инструкция по использованию, по замачиванию семян, по поливам, по опрыскиваниям. Но вы должны помнить, что и картофель, и цветочные растения, такие как роза, и все остальные можно абсолютно безопасно обрабатывать фитоспоринами. Ну вот АЭС – это мой любимец, никаких нареканий к нему нет. И кроме запаха зверского, который раньше был, а сейчас, а я сейчас попробую, есть он или нету этот запах. Ну, запах зверский остался. Но это, в общем-то, является результатом работы микроорганизмов. Ну, микробики попахивают. Все мы про это знаем. Органика вообще имеет тенденцию крепко пахнуть. Что ж, обязательно, если только вам доступен фитоспорин АЭС, обязательно используйте этот препарат. Включайте его в программы защиты растений. Он широко, широко представлен повсеместно. И многим, кому недоступны современные препараты серии Профит, серии Биоццо. Кто не может делать самостоятельно закваски от бренда Тутагра, вы вполне, вполне можете пользоваться этим препаратом, сочетающим два самых главных агента защиты, биологической защиты растений – сенную палочку и триходерму. Что ж, те, кто любит биологическую защиту, обязательно в комментариях напишите благодарность, приятные, так сказать, слова благодарности разработчикам этого препарата, потому что при его регулярном использовании, я вам гарантирую, болезни вас не тронут. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.